Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. У нас программа «Зима близко» подоспела. Зима уже давно наступила, но тем не менее мы по традиции верим, что возможно еще нет. И вот как раз об этом мы сегодня планируем поговорить с Денисом Хановым. Он выходит на прямую связь из Берлина. Денис, здравствуй. Здравствуй, добрый день, уважаемые радиослушатели. И мы сегодня решили с тобой экстренно, можно так, наверное, сказать, собраться из-за очередного заявления представителя правящей партии «Нацблок», потому что она, в общем-то, спровоцировала риторику, спровоцировала резонанс определенный в социальных сетях. И ты как раз хотел на эту тему высказаться. Тебе слово? Да, я думаю, что нам очень важно, как потребителям СМИ, следить за тем, что и в социальных сетях политики люди публичные, люди не частного характера, те, кто не могут просто скрыться за идеей того, что это мой частный, допустим, сайт или чат или еще что-то, что хочу, то и делаю. Нет. Эти люди, особенно те, кто является, скажем, представителем парламентских партий и членами коалиции, целый ряд из них на протяжении многих лет, вне зависимости от того, какая была комбинация партий, позволяли себе то, что современный политик в либеральной демократии, в демократии, которая базируется на правах человека, позволить себе не может, просто не имеет права. Речь идет о языке вражды, о том, что некоторые высказывания по отношению к конкретным меньшинственным группам могут сеять ненависть, неприязнь, фобии и, в конце концов, вражду. Потому что, напомню, что господин Ессалнекс, известный своими эскападами и абсолютным отсутствием политкорректности, позволил себе неоднократно выражаться ксенофобически по отношению к различным группам, к тому же и к тем, кто приезжает сюда учиться, к людям, которые являются на какое-то время части общества. Совсем недавно в своем твите он использовал лексику на социалистической партии, говоря о том, что, условно говоря, его партия, его пространство, пространство, в котором он себя чувствует комфортно, это пространство свободное от представителей ЛГБТ. Напомню, ЛГБТ – это акроним для представителей сексуальных меньшинств, которые включают в себя леспиана, геев, транссексуалов и так далее. Почему я посчитал это важным? На самом деле мы прекрасно понимаем, мы не дети. Господин Ессалнекс брутально, цинично использует язык вражды для того, чтобы создавать свой политический капитал на фоне того, что, в принципе, все меньше и меньше правящая коалиция в состоянии держать целый ряд экономических и социальных вопросов под контролем. Многое расползается трещит по швам. Мы видим, что именно в обстоятельствах эпидемии, пандемии, в обстоятельствах чрезвычайных видны пробелы, дыры и невыполненные задания именно в области социальной политики, в области здравоохранения и других областях. Да, Денис, извини, что я тебя перебью. Ну, да, мне вот кажется, здесь важно еще не то, что даже, что сказал господин Ессалнекс. Для меня важно, что его никто не пристыдил. То есть нет тех сил, которые сказали бы, парень, так делать нельзя, тем более ты находишься в правительстве. А все молчат. Молчит политическая элита, молчит та пресловутая интеллигенция, к которой мы периодически пытаемся обращаться, хотя уже не понимаем, кто эти люди и что они здесь делают. То есть он сказал, он, в общем-то, допустил заявления, которые не то, что уже находятся на границе, они уже переходят границу допустимого в современном обществе, в воспитанном обществе, в демократическом обществе. И никто ничего не говорит. Окей, все, забыли. Я с тобой согласен. Я думаю, что это действительно та самая горечь, которую я испытал, когда узнал об этом. Дело в том, что, хотя я сам принадлежу к группе, которую он огульно описал как нечто, что не должно существовать, должно быть твердость лица земли и так далее. Мы можем идти дальше и сказать о том, что, используя риторику, синонимичную, по сути дела, по своей тяжести и, все-таки, мне кажется, преступности, будем называть вещи своими именами. Как мы помним в песне «Оскар Вайлд. Идеальный муж», миссис Чивли сказала, что называть вещи своими именами означает как бы упрощать вопросы, процессы, и все становится яснее. То есть «Юденфрай», что в какой-то степени было переведено им на язык ЛГБТ, эта лексика использовалась в отчетах карательных организаций национал-социалистической партии, по сути дела, нацистского режима, для обозначения территорий, даже целых стран, где были уничтожены евреи. Иными словами, кто такой еврей и кто такой в современном мире, и, допустим, представитель сексуальных меньшинств, это для праворадикальных, по-моему, неонацистских организаций, партий и идеологий, это тот радикальный другой, который в их реальность просто не вмещается. Поэтому, так или иначе, беря во внимание то, насколько радикальна какая-то группировка или партия, люди эти принадлежат по меньшей мере забвению. Ну а дальше мы можем увидеть сценарий в зависимости от того, насколько пессимистично мы смотрим на современный мир, вплоть до уничтожения. В любом случае, то, что четко и ясно видно в латвийской политической культуре, эти два момента ты упомянул. Первое — это то, что, в принципе, отсутствуют механизмы, скажем, поглощения и исчезновения подобных политиков с публичных пространств. То есть я не могу себе представить что-либо такое во французской парламентской культуре или в культуре парламента Германии. То есть, иными словами, если эта партия не только находится в парламенте, что, естественно, поднимает планку ответственности с точки зрения дискурса, который они распространяют с точки зрения лексики, а если эта партия еще принадлежит к правительству, то есть входит в коалицию, которая создает правительство, то там просто совсем тонкий лед. Иными словами, это пространство, где подобное высказывание есть часть официального правительственного дискурса и тем самым государственной политики. Что получается, Влад? Да, ну смотри, здесь еще, Денис, такая интересная вещь. Мое очень субъективное наблюдение, не знаю, согласишься ты с этим или нет, но когда я начинал работать в журналистике, это было в 98-м году, мне казалось, что тогда, на начальном этапе, мы еще не вступили в ЕС, мы только хотели вступить в ЕС, дискуссия даже по национальным вопросам была мягче, то есть не было того, что мы наблюдаем сейчас. Сейчас у меня ощущение, что фактически, знаешь, как ребенок начинает проверять границы дозволенного в определенном возрасте, он проверяет своих родителей, вот что я могу и где меня на карту. Мне кажется, что мы прошли эту границу дозволенного после того, как вступили в ЕС, и можем творить, что хотим. Очень субъективное ощущение, возможно, я был моложе и по-другому это воспринимал сейчас, там мне было 18, сейчас мне 40, я смотрю на это, может быть, уже через призму своего возраста, но вот ощущение, что раньше были мы свободнее, чем сейчас. Вот у тебя нет этого ощущения? У меня есть это ощущение, во многом та свобода была в какой-то степени от противного, то есть было необходимо творческой интеллигенции конца 80-х, скажем, при уже осыпающемся и разрушающемся Советском Союзе все-таки закончить этот процесс, то есть, иными словами, закончить вот эту империю зла, о которой не зря Рейган говорил, потому что мы знаем, что Советский Союз – это была территория террора, это была территория дискриминации, расизма, неприкрытого антисемитизма и так далее, и так далее. То есть у нас очень тяжелое наследие, но тогда свобода была во многом от противного. Свободу наполнить содержанием для будущего мы пока, к сожалению, не смогли. Мы, я говорю об обществе, то есть я считаю, значит, и себя в какой-то степени ответственным. То есть, но так как я работал в период до вступления в ЕС и после в Министерстве интеграции, условном секретариате интеграции, я четко помню, насколько мы должны были быстро-быстро-быстро соответствовать тому, чтобы успели принять все три Балтийской республики. То есть здесь, я должен сказать, опять же, самокритично, потому что я неотъемлемая часть латвийского общества, мы нас слишком рано приняли. То есть, иными словами, есть целый ряд недочетов не только в этнополитике, но и недочетов вообще в общей культуре прав человека. То есть мы одна из немногих стран, где вообще отсутствует какой-либо, допустим, закон о партнерских отношениях. И теперь мы переходим к очень важному моменту. Что такое ЕС-Алнекс? ЕС-Алнекс – это такой маленький, но довольно неприятно пахнущий цветок зла, если мы используем бадлеровскую лирику, который вырос на почве ксенофобии и этнического романтического национализма в латвийском обществе. И цветок этот существует в разных подвидах, не только в условной латвийской среде радикальных партий, а журналисты уже в своих независимых расследованиях обращали внимание общества на то, а общество почти не слышал этого, что национальное объединение имеет тесные контакты с неонацистскими и праворадикальными партиями и группировками в Европе. С иными словами, там как бы с партией все понятно. Вопрос, почему мы порождаем такую партию? Почему мы, как граждане, во многом создаем ту почву, когда, в принципе, это никого не всколыхнуло, не появилось никаких либо протестов, плакатов, я не знаю, демонстраций и так далее? Почему, например, почему молчит премьер Латвии, господин Каринч? Где он, как глава правительства либеральной демократической республики, которая обязуется сохранять права человека всех людей? И здесь, возможно, печальный сюрприз для праворадикально думающих, которые есть в разных этносах, о том, что права человека — это универсальная категория. Если эти права в рамках законодательства, законодательство, которое подразумевает равноправие для всех людей, которые не находятся, скажем, в конфликте с законом, равноправие означает, что это универсальная категория. И нельзя сказать, что права человека — это про нас и для нас. Для нас и можно выбрать по списку. Белые, гетеро, православные или литеране, или еще что-то. То есть мы видим, чем это кончалось на протяжении столетий в Европе. В Англии запрещалось католикам строить церкви, им запрещалось, чтобы здание было, например, с колокольной и с башней. Запрещался доступ к образованию. Мы смотрим на весь колониальный опыт различных континентов и стран мира. Мы видим, что людей до сих пор считают вторым, третьим сортом, только потому, что цвет их ладони совсем другой и отличный от меня. То есть белое, черное или коричневое — это всего лишь комбинация природных каких-то факторов. Мы же, общество, которое боится другого, облекаем все это в примеры и принципы, которые вводят маргинализацию, дискриминацию, скажем, ущемление прав. А в конце концов, что получается? В конце концов, страдает общество как таковое. Но я действительно был в гневе и в своем фейсбуке разразился филиппиками не по поводу Ес-Анекс. С ним все понятно, он, в принципе, безнадежен. По поводу нашего парламента, который представляет избирателей демократического правового государства. Я до сих пор возмущен тем, что молчит премьер. Ладно, сама партия, это понятно, они живут на этом и паразитируют, как такие кровососущие насекомые. Но где остальные? Да, хорошо Павлюц, скажем, написал заявление в комиссию по этике и мандатам. Это, во-первых, очень, скажем, такая буря в стакане. Во-вторых, это все равно ни во что не выльется. В том смысле, что, естественно, Ес-Анекс, может быть, даже какой-нибудь штраф заплатит. Я не в курсе, скажем, этих уставов и норм. Но в любом случае он будет героем своей партии. Он обязательно разразится тем, как его виднягу пытали, значит, на этой комиссии. То есть он устроит, он прекрасно. Мы все считаем почему-то правых радикалов такими, скажем, бритоголовыми, скинхайдами, такими тупыми людьми, я не знаю откуда, да, из какого-то маленького местечка. Нет, на самом деле здесь речь идет о том, что это люди, прекрасно понимающие, что капитал в латвийской политике можно создать на страхе, на целом ряде ксенофобии, на образе врага и так далее, и так далее. И здесь годятся кто угодно. Будьте американцы или студенты, которые работают, скажем, и делают для нас вкусные кебабы, оставлять здесь свои деньги за квартиру там и так далее. Это могут быть геи, это могут быть матери-одиночки, это могут быть, скажем, люди с ограниченной возможностями. Этот список может варьироваться в зависимости от, скажем, нужд. Да, ну посмотри, опять же, вот здесь такая ситуация. Вчера я делал интерактив на тему муцульман. И, в общем-то, родная наша русскоязычная аудитория, в общем-то, с радостью готова никого не пускать, других людей, говорить о том, что они сюда едут и так далее, и тому подобное. И здесь как раз я задаю этот вопрос, например, слушателям наиболее агрессивно настроенным. Ну вот вы, человек русскоязычный, возможно, даже не гражданин, когда находитесь, в общем, даже в какой-то степени в похожей ситуации. Почему вы так ненавидите других? Да вот они другие, да они приедут, они, наверное, в свои порядки, мы их не должны пускать и так далее и тому подобное. Мне кажется, что в обществах вообще очень часто отсутствует причинно-следственные связи, во-первых. А во-вторых, мы с радостью подключаем и включаем двойные стандарты, как только это нам выгодно. И мы можем быть жертвой в какой-то ситуации, хотя это очень такое условное и неправильное разделение на плача и жертву в обществах. Тем не менее, если ты хочешь быть жертвой, ты будешь жертвой, ты, по крайней мере, будешь себя чувствовать. Но тем не менее, как только мы будем кричать двойные стандарты, если это касается русского образования, и, допустим, нас притесняют, и справедливо, возможно, но как только, например, речь идет об ЛГБТ или о мусульманах, о беженцах, мы эти двойные стандарты включаем уже в полной мере в отношении них. И ничего ты человеку не объяснишь. То есть мы – это одна история, у нас свой исторический бэкграунд, а они там и так далее и тому подобное. И дальше начинается классическая история. Мне не важно, как они молятся, но… Мне не важно, что у них в постели, но… Вот когда подключается эта пресловутая нота, все сразу становится понятно, мне кажется. Вот что об этом нужно? Что ты делал? Я согласен с тобой в том смысле, что то, что ты сейчас рассказал, иллюстрирует мои собственные размышления на тему того, что пока права человека не будут признаны в латвийском обществе как универсальная категория, которая относится ко всем. Ко всем этническим, религиозным, социальным и так далее, и так далее, группам. До тех пор у нас будет общество, пропитанное страхом. Причём общество будет… Нельзя просто сказать, ну вот страх, хорошо, мы будем бояться, и нет никаких особых последствий. Позвольте мне, допустим, не принимать какую-то группу. Нет, ясное дело, что в конце концов и это тоже есть некоторое выражение свободы. Но, с другой стороны, если эта свобода может переходить границы свободы другого человека, то получается, что мы должны свою свободу в этом смысле ограничить. На этом, собственно говоря, базируется, и любой школьник вам это расскажет, из элементарных теорий политики, на этом базируется вообще способность общества существовать. То есть это консенсус, в котором мы отдаём часть своей свободы в общий котёл, назовём это так, для того, чтобы потом она вернулась как универсальная категория к нам. То есть мы в любой момент можем оказаться кем-либо другим. То есть вот человек решил принять ислам. Это свободная воля изъявления свободного человека в свободной стране. Просите за постоянное упоминание свободы. Я, может быть, начинаю заниматься шаманизмом, потому что мне просто важно произносить это слово. Оно всё больше и больше исчезает из словаря латвийского общества. У нас звонок, Денис, примем его? Да, конечно. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Да, Алексей. Ну, вы правильно сказали, не надо заниматься шаманизмом. Вот, ведущий Вадим, вы упомянули, что некоторые русские, так сказать, на вашем интерактиве настроены агрессивно. А вы задайте вопрос, почему? Вы, наверное, не помните, ещё маленькие были, когда в Таджикистане русских выгоняли, и вынуждены были квартиры продавать за килограмм улюка. Слушайте, я знаю эту историю, у меня знакомые и приятели есть из Таджикистана. А какая взять урюк и нынешняя ситуация в Латвии, допустим, по правам человека? Речь не идёт о том, кого откуда вы гоняли, речь идёт о том, как латвийское общество, в том числе и русскоязычное, ведут себя по отношению к другому и к культурному разнообразию. Так что я думаю, что это классическая версия. А вы знаете, когда-то у меня в детстве кто-то украл велосипед, с тех пор я всех их не люблю. Я не буду гнать конкретную группу. Да, Денис, давай, пусть Александр скажет. А вы как думаете? А я думаю несколько по-другому. Вот, например, в Чечне было 80% русских. А как вы думаете, сколько сейчас? Так что вы хотите этим сказать? Такое отношение имеет к нашей теме. А я вам хочу сказать, что существует причина-следственная связь. Почему такое отношение? Вот, про ваш интерактив. А вы эту связь хотите, так сказать, игнорировать и затушевать. Так нельзя делать. Спасибо. Да, но мне кажется, это такая классическая история, вот то, что Александр сказал. Потому что, опять же, давайте вспомним, например, татаров, которые живут в России. Это тоже ислам и тоже мусульмане. Ну вот, подмена понятия, она очень легко. И очень легко себе все объяснить. Почему мы не любим мусульман? Потому что была история в Чечне. Тогда, наверное, можно с другой стороны посмотреть, почему в Чечне, допустим, не любили русских. Потому что туда вошли в 96-м году в войска, и, в общем-то, началась война. Ну вот, сложная история, понятно, но она ведь очень субъективна всегда. Да, она субъективна. И я здесь хотел бы перейти ко второму моменту. Дело в том, что мы не сдвинемся как общество с мертвой точкой. Я считаю, что мы сейчас застряли. Мы живем в таком, я несколько раз это уже упоминал, в других связях и в другом формате. Мы живем в таком позднем брежневизме. То есть латвийская политическая элита упорно держится за, ну в данном случае, больше не за работы Маркса, Энгельса и Ленина, которые объясняли всю планету, Вселенную. Но, допустим, за преамбулу или за программу национального государства, или за культурные каноны и так далее, и так далее. То есть чем нам грозит это неприятие? Это неприятие нам грозит тем, что мы создаем общество, в котором прежде всего руку, как бы, доминирует радикальный дискурс. То есть мы как общество, как избиратели радикализируемся, мы становимся истериками. Тем самым любой, кто придет и принесет нам еще более, скажем, захватывающую историю или еще более яркие обещания, может сорвать весь банк. То есть он может триумфально ворваться в парламент и, скажем, там набедокурить. То есть мы видим, нынешняя коалиция, в принципе, состоит из новых консерваторов с какими-то, по моему мнению, с балмошными идеями, возвращение в какое-то патриархальное прошлое. То есть такое ощущение, что у нас на дворе, ну, я бы сказал, скорее всего, начало 19-го столетия, такой бидер-мейер, где там феминизма нет, это главный враг всего. Далее, не будем говорить только о высоких категориях. Давайте поговорим, условно говоря, о том, о чем мы всегда любим говорить, о налогах, о социальном моменте, о, допустим, о бюджете. Простите, но кто приедет в страну, которая пропитана на уровне быта, ксенофобии, страхами, кто приедет сюда работать. И здесь мы подходим к следующей теме, которая за семью печатями. Отвийское общество для того, чтобы сохранить свой экономический динамизм и вообще какой-то прогресс, этому обществу отчаянно нужны рабочие руки, а они, в принципе, появятся только из иммигрантских кругов. Это означает, что так как, например, несколько десятилетий назад Германия объявила себя страной, скажем, иммигрантов, иммигрантов, въезжающих сюда, то и Латвии, и Эстонии, и Литве нужно будет это сделать. Наше государство и общество пропитаны таким страхом и такой ксенофобией к другому, что, в принципе, мы заранее создаем ситуацию, когда к нам не поедут. Те, кто к нам приезжают, будучи студентами, и по этому поводу есть тоже исследования, они испытывают на себе и расизм, на уровне быта, например, доступа к услугам, к покупкам, допустим, к снятию квартиры и так далее. Еще здесь есть несколько вопросов своеобразной, скажем, самотерапии. Мы должны признаться, что наше общество российское, наше общество гомофобно, наше общество русофобно, наше общество латышескофобно, простите за неудачные формы, в любом случае мы пропитаны страхами и ненавистью к другим. Мы полны иерархии и так далее, и так далее. Мы не даем другим свободно самовыражаться. Когда мы это признаем, может быть, это будет начало пути к тому, чтобы мы открывались. Вот сейчас, например, сидя в этой комнате, у меня на противоположной стене есть некоторый плакат, который подразумевает, например, целый ряд проектов здесь, в Германии, на тему, значит, компетенции и знания для сосуществования в стране мигрантов. Очень длинное название, может быть, не очень хорошо переведено, но это то, что здесь, в Германии, является почти что политической религией или точной философией. Это открытие немецкого общества другому, причем это другое не будет на уровне этнографического музея или, я не знаю, культур народов мира на выставке. А это будут люди, которые имеют полное право создавать вместе с другими немецкое общество, политику и так далее. Да, Денис, вот спрашивают у тебя, слушатели, что такое свобода? В WhatsApp пришло сообщение. Как ты это определяешь? Ой, вы знаете, я думаю, что это способность реализовать себя, свою идентичность, в то же время не наступая на пространство другого. Это самореализация, да. То есть я считаю, что, пожалуй, для меня это самореализация. Но она не огульная. То есть я думаю, что нам очень важно понять, что свобода — это не когда я выхожу из дома громко хлопнув дверью и начинается, условно говоря, «гуляй, банда». Это не мой праздник на этой улице, когда все остальные должны попрятаться и в любом случае терпеть меня. Свобода, она всегда состоит из множества маленьких ограничений. И это в какой-то степени самоограничение. Например, вот сейчас я покажу нашим радиослушателям мою маску, с которой я путешествую здесь в общественном транспорте. Я знаю, что многие в Латвии смеются над этими вещами и не принимают. Я, кстати, к сожалению, видел очень многие пожилые люди, которые находятся в группе риска, не принимают маску как такового. Но сейчас уже обменили обязательное ношение масок в транспорте. Это не всегда удобно, это раздражает и так далее. Но это размышления и о другом человеке тоже. В этом смысле демократия тоже и свобода в какой-то степени это сочетание моих желаний с желаниями возможностей другого. Знаешь, что звучит очень абстрактно и может раздражать. Да, но вопрос еще один уточняющий. Это Виталий. Он спрашивает, а что такое самореализация тогда? То есть он с тобой встретил такую дискуссию заучку. Можно вынести свое «я» во внешнее пространство и его просто создать. То есть если я, например, считаю, что я хочу быть мусульманином, это часть меня, я должен иметь право в публичном пространстве им быть. Очень важно не подменять понятие, о котором ты говорил. Ты упоминал фразу там «неважно, что они делают дома в своей спальне». Речь не об этом. Речь идет о том, что любой из нас, будучи сексуальным существом, может вынести в публичный мир свою сексуальность. И речь не идет о каких-то чудовищных рассказах о распущенности. Распущенность гетеросексуальная так же неприемлема, как и гомосексуальная. Или, допустим, поверхностное отношение или жестокость к партнеру. Неважно, кто ты и с кем. Но речь идет о признании в публичном пространстве. Здесь речь идет также и об этнических меньшинствах. Мы нередко говорим о статусе русского языка. Мы говорим о культуре принятия русского языка. Но дело в том, что меньшинство не должно прятаться дома под кроватью, дабы не разозлить большинство. Мне кажется, здесь, знаешь, какой важный момент еще? Мы когда говорим о демократии, и в Латвии я очень часто слышу формулировку «демократия – это власть большинства». Но мы почти никогда не говорим о том, что при учетах интересов меньшинства. То есть, соответственно, власть большинства, на мой взгляд, это диктатура. Если брать ее в чистом виде. Да, есть некое большинство. И что? Если большинство скажет «давайте их всех вытесним», мы тогда их вытесним. У нас, на мой взгляд, очень такое фрагментарное понимание «демократия», оно не сформировано, нет этой объемной картинки, как я вижу, потому что никто, даже в преамбуле вот это все, что Левец написал про основную нацию и так далее и тому подобное, на мой взгляд, это далеко от демократии, потому что это, в общем-то, вытесняет других. И там вроде как бы прописано, что мы других уважаем, но это идет, знаешь, как мелким шрифтом в договоре, что ты даже не прочитаешь это. И, в общем-то, многие это действительно не читают. И, наверное, это проблема еще и общества, потому что, возвращаясь к той теме, о которой я говорил, если он говорит то, что, возможно, большинство либо принимает, либо нейтрально относится, потому что их это как бы не касается, и ему это прощает. Ну, окей, говорит он там про каких-то русских, про каких-то геев, ну и бог с ними, пусть говорит. Главное, чтобы нас не трогал. И это уже не демократия, на мой взгляд, потому что демократия здесь как раз отключается. Но мы при этом уверенно, усиленно называем себя демократическим обществом. Я считаю, что это наш коллективный эгоизм по той простой причине, что мы, как общество, за последние десятилетия настолько, скажем, были заняты вот этой распри межэтнической. Мы можем ее называть распри, можем называть ее, не знаю, каким-то там, давлением, конфликтом, тайным или явным, неважно. Дело в том, что этническое подменило у нас целый ряд других вещей. Подменило, собственно говоря, то, что заботится о демократии. Это означает, прежде всего, заботиться о том, чтобы все группы общества в этом обществе, в этой стране могли принимать участие в политических процессах. Да, я знаю, что сейчас могут сказать, а как же с негражданами? И здесь опять это отдельная тема и очень тяжелая тема, но в любом случае у нас есть возможность стать гражданином. А если старая версия о том, что я здесь родился, да, но я тоже родился в принципе в той Латвии, которая для большинства латышеского населения вообще являлась трагедией истории или ошибкой истории. То есть она как бы, как советская Латвия вообще не должна была существовать. Но не в этом дело. Дело в том, что у нас сейчас есть очень серьезная проблема. Наше общество не готово для глобальных экономических процессов, которые подразумевают также и открытие общества на уровне мышления. То есть принять другого, означает в какой-то степени улучшить качество жизни самого большинства. То есть в этом смысле я всегда повторяю фразу, например, связанную с темой качества жизни. Нам нужен хороший фильтр для воды, чтобы вода была вкусная, без примесей, без всевозможных, скажем, вредных веществ. Нам нужен качественный воздух для того, чтобы им дышать. Нам нужны хорошие дороги, чтобы передвигаться безопасно. Нам нужно здравоохранение, чтобы поддерживать свою жизнь. Нам также, как общество, необходимо поддерживать свою жизнь в том смысле, что мы должны быть открыты другим, по той простопричине, что это новые ресурсы для страны. Это, если уж совсем примитивно, это хотя бы элементарно новые налоги. Но помимо налогов, это новые знания, новые культуры. Это просто разнообразие, от которого всегда можно выиграть. А если мы, как латыши и русские, объединяемся только когда на горизонте появляется несколько несчастных беженцев, то я к тому же хочу сказать, и это упрек нам всем, включая самого себя, мы эгоистичны, мы как злобные дети, которые не хотят играть с другими, потому что кто-то нам не нравится. Мы лентяи, как общество. Мы не хотим научиться принять другого. Это нелегко. Я здесь не проповедую, но я хотел бы перейти, так как наш программ постепенно приближается к финальной части, хотел бы перейти к тому, что а как это изменить? А изменить, собственно говоря, ничем другим, как образование, образование, образование или просвещение. То есть я считаю, что нам остро необходимо следующее. Скажем, это то, что я выдавил в своем забавном таком Мюнхгаузеновском ультиматуме парламенту. Я прекрасно понимаю, что это была детская эскапада, но она была во многом сделана специально, потому что это такой крик души. Я считаю, что нам необходимо стремительно на уровне политической элиты менять лексику, то есть правительство, как это делает, допустим, кабинет Меркель, в любом случае, на любом публичном мероприятии, в любом СМИ должно, скажем, продвигать идею того, что мы включающие, мы демократичные, мы принимаем людей, мы не страдаем ксенофобией, мы открытый мир, приезжайте, становитесь частью латвийского общества, допустим, говорите на латвийском языке, используйте латвийское культурное пространство, становитесь частью нас. Далее, я считаю, что необходимо действительно сурово осудить любые выражения языка ненависти, если она в данном случае, ну ладно, для меня эта партия вообще существует, только как угроза демократии для этой страны, но те, кто ее избирают, должны были бы задуматься, а что эта партия реально сделала для того, чтобы латвийское общество было конкурентоспособным, чтобы оно привлекало новую рабочую силу, чтобы оно заботилось об экономике и налоговой политике, чтобы оно способствовало не закрытию школ, допустим, не сокращению бюджета на социальные сферы, если мы посмотрим, это на протяжении десятилетий, это брутальные, неолиберальные правительства, которые, в принципе, не заботятся о тех, кому они потом в качестве морковки перед глазами, скажем, бросают какой-то образ другого. Ну и, естественно, это и законодательство, то есть нам стремительно нужно принять, просто не мешкая закон о партнерских отношениях, это вернет нас обратно в какой-то степени в пространство цивилизации, в том смысле, что мы просто хронически отстаем и становимся провинциальным маленьким, злобным обществом, злобным именно в том смысле, что мы полны ксенофобии даже по отношению к совсем уже не экзотическим группам, да, и я считаю, что ничего, кроме политического просвещения, нам помочь не сможет. Да, это в какой-то степени тоже индоктринация, но это индоктринация с точки зрения того, что мы предлагаем демократию воспринимать как пространство, где все могут участвовать, все признаны и могут чувствовать себя как часть латвийского общества. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу из серии «Зима близко». Мы будем регулярно к вам возвращаться. Денис Ханов был с нами на прямой связи из Берлина. Спасибо, Денис, всего доброго. Спасибо тебе и спасибо радиослушателю. До свидания. До новых встреч. До свидания.